Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья! На этот раз мы с вами находимся в Удмуртии, город Ижевск, на коллективной станции Радио Киловатт-4 Василий. В гостях руководитель данный. Павел, РК-4ВХ, руководитель молодежной радиостанции РК-4В. Многие у нас должны помнить, как Радио Киловатт-4 Василий Василий Щука. Павел, в каком году? Коллективная станция образовалась в начале 80-х годов на базе Дворца детского юношеского творчества. На протяжении этих лет менялись руководители, но я, наверное, третий или четвертый занимаю этот пост. С этой станции, наверное, известные не только как бы в России, но и в мире, в данный момент это получается, вышли отсюда, это Владимир Быков, О4ВХ, ДХ-мен, и довольно известный в контест-мире Анатолий, О4ВКВ, ныне позывной О4В. В настоящий момент у него, наверное, лучшая, да, получает самую лучшую контест-позицию в Удмуртии. Он, в общем-то, может так конкурировать со станциями. Чемпионом Рашид Бринкс. Да, российскими станциями. На картино-станции используются транссиверы Кенвады, 850-ые. Три рабочих места, да? Три рабочих места, да. То есть два 850-ых, это на подборе, Грановая, Тысячник, Марк 5-ый работает. Усилитель, могу собрать третий, 1 киловатт в данном помещении. Ну, в соседнем помещении еще из трех усилителей используется там один АТ-140-ой. Главный усилитель, это антенна. Какие антенны используются? Главный усилитель, да, антенна. Ну, сейчас этот усилитель, можно сказать, собираемся модернизировать. То есть, устанавливаем РТ-44. Поворотка G1000 в данный момент готовится, потестируется на G800, и работает РКВАДовская антенна ЭКЮД-23Е, Ежик, уже порядка 10 лет. Пару раз падала, роняли, ну, вот так, в принципе, успешно. Благодаря этой антенне практически за 10 лет моему руководству на радиостанции где-то 150 тысяч радиосвязей по всему миру проведено. В основном контесты. Работали в свое время активно цифровыми видами, в общем-то, и, в общем-то, отметились Шамиру. Отмечены дипломами, кубками, медалями. Последнее время больше отдаем изучению телеграфа. Ну, классика, конечно, работа микрофоном как на русском языке, так и на английском. Возраст оператора от 7-8 лет, ну и, в общем-то, до операторов пенсионного возраста. То есть у нас станция открыта для всех. Народ вновь ходит? Дети порядка... Группа в этом году набрана. С учетом прошлых лет, человек 25. Нормально. Два года обучения. Вот. Сейчас вот готовимся к циклу ОВССБ. Буквально в эти выходные уже будем работать, пробовать. Для кого-то это первый выход в эфир. Для работы с иностранцами. Сейчас они улыбненно изучают английский фанатический алфавит. Цифер мы уже знакомы. Многие из них уже работали в соревнованиях, как российских, так и иностранных. Вторая комната. Лаборатория техническая, где производится работа. И небольшая выставка, да? Ну, наглядные поставки военной техники. 250-е, 311-е, 105-е, английский вариант, 105-е, 1-й вариант, в приемнике Казахстан, решим. Рабочая? Ну, практически, да. Так, небольшая замена ламп, потому что потребуется так. В приемнике волна, корабли, в таком как бы демонстрационном режиме залинимирует. Нужно. Ну, неплохо. Ну, это изменительная аппаратура. В аппаратуре используется для генератора, выплутания. Скороза, в принципе, конфликтов. Ну, доходочный, наверное, поделок. дизайн. Прикольно. Дорога. Ну, вот, 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 варен, надо, чтобы с первыми катурами был. А вы пишите, да? Записывайте, да? Нет, я помогу. Пока я был в гостях у ребят, коллекция у них пополнилась новым экземпляром. Все, вот, если можно, пару слов, вот, что такое, только сейчас принесли. Да, на данной модели представлена радиостанция. Уже можно относить к классу стационарно. Используется небольших габаритов. Достаточно компактно выгодно на современной полевой базе. Транзисторная, значит, используется в танках. Повышенное требование к надежности. Вся электроника выполнена на микросхемах современных уже, там, 564 серии и так далее. Синтезаторы, все управление, ввод, чистоты, все, короче, автоматизированное, все цифровое. Очень качественные органы управления. Значит, изолированное, влагозащищенное, разъемчики, подключаются различные дистанционные устройства, пульты управления, станция, беспостроечная, внутри применяются настроечные моторизированные приводы, конденсаторные. Все управляется автоматически, очень удобно. Диапазон частот от 50 до 70 лишних МГц, так называемая УКВ. УКВ, значит, выходная мощность, сделана на современных транзисторах, это 956 по двухтактной схеме, с транзисторным согласованным широкополосным выходом, реле на выходе РПВ 2.7, но мощность не очень высокая, по-моему, несколько десятков ватт, но, в общем, обеспечивает качественную УКВ-связь, индикатор уже на современной элементной базе для своего времени, переключатели, защищенные от влаги, современный удобный комплекс, не очень дорогой, причем изготавливается в Удмуртии на Саратовском радиозаводе, по крайней мере, насколько известно. Откуда, я думаю, так хорошо знаете, да, в районстанце, местная? Единственное минус, то, что дорогие любители это вещь, только как для наградного пособия, для подоставящего поколения. Да, выносные антенны подключаются через стандартный разъемчик, корпус монолитный, сделан из двух частей, очень удобно, антенны, я даже антенну не видно, вот она снизу, вот она снизу, а? Угу, 75 он. Выполнен из очень качественных компонентов. Это уже реклама Удмуртского завода пошла, да, Ижевского? Работает, работает, да, частотная модуляция, звукомонесущая канала, первого канала. Да? Можно слушать. Так, ну все, больше ничего не принесете, тогда прощаемся. Спасибо вам огромное за интервью, за показанную коллекцию, обязательно приедем, надеюсь, все-таки... Привет, в Пензу, если что сломается, присылайте, все починим, отремонтируем, поможем. в нашем мощном сервисном центре на базе компании Скол. Реклама, да? 45-06-04. Все, приезжайте в Пензу тоже. Спасибо большое, Павел. Всего доброго. Пока-пока.